Морские дьяволы Для Сергея Морозова Ульянск должен войти в перечень регионов, где будет активно развиваться индустрия кино. Это будет только первый такой шаг, первый проект, уже проект федерального уровня. В дальнейшем специалисты киносъемочной группы, руководство этого фильма вчера с ними общались утром перед началом съемок, подтвердили, что вся инфраструктура, которая есть на сегодняшний день, она устраивает, есть куда расти, есть чем заниматься бизнесом в этой части, и мы надеемся, что это станет одним из серьезных драйверов экономики нашего региона. Ульяновск готовится встречать не только кинодеятелей, но и политиков. Областной центр собирается посетить министр экономического развития Максим Орешкин и министр спорта Павел Колобков. Приезд главы спортивной отрасли ознаменован победой в международных соревнованиях сразу трех ульяновских спортсменов в легкой атлетике, в вольной борьбе и гребле. Я думаю, что надо поблагодарить за подготовку тренеров и самих спортсменов. Вот они приезжают, мы будем их встречать, чествовать и на дне физкультурника, естественно, тоже. Мы знаем, что к нам приедет уже министр спорта Павел Анатольевич Колобков, который хотел бы лично тоже их поздравить в этот день. С началом августа в регионе начинается приемка школ. Комиссия проверяет готовность учреждений к новому учебному сезону. Проведенный ремонт, систему пожарной безопасности, укомплектование всем необходимым. Проводится еженедельный выезд в школы районных центров. В некоторых муниципалитетах наблюдаются небольшие проблемы. Это отставание по линии выполнения ремонта внутренних помещений, в том числе косметического ремонта, и неудовлетворительное состояние спортплощадок. Здесь сооружения спортивные, в том числе неокрашенные, есть аварийные конструкции. Кое-где, могу назвать, нарушено ограждение, и есть много замечаний по работе автоматической пожарной сигнализации. Пока к осмотру представлены 26 школ, из них приняты 18. К 25 августа все школы должны пройти приемку, поэтому вопрос решено держать на контроле. Следующая немаловажная тема – это подготовка к грядущему отопительному сезону. По словам министра строительства и ЖКХ Дмитрия Вавилина, впервые за несколько лет область выбилась из графика. Утянули область назад Корсунский и Вишкаемские районы. Но если в Корсуне ремонт магистрали и котельных все-таки заканчивается, то в Вишкаме фактическая готовность к отопительному сезону составляет всего 54%. Вот каждое утро я в рамках этого доклада хочу узнать, исполняется график по Вишкаминскому району или не исполняется. С ума сойти, 10% в август месяц, 50% осталось два месяца максимум. С недельным опережением идут Новомалоклинские, Радищевские, Кузоватовские и Старомаинские районы. Также были подведены предварительные итоги по ремонту автомобильных дорог. Из 39 крупных объектов по ремонту автомобильных дорог на 13 участках работы завершены, это 20%, на 10 участках ведутся. Таким образом, на сегодняшний день у нас из крупных участков 50 километров автомобильных дорог выполнены ремонтные работы при плане 140 километров. У аграриев начинается самая жаркая пора – уборочная страда. Уборка уже началась в Новоспасском, Сурском и Чердоклинском районах. Несмотря на холодное лето, местные аграрии докладывают о хорошем урожае. Уже приступили к уборке пшеницы, рыжика и овощей. Хозяйство Вишкаминского и Меликесского районов, а также пригородное хозяйство города Ульянску приступили также к уборке овощей. Овощи убраны с площади 10,3 гектара или 0,8% от площади. Валовый сбор составил 302 тонны, при средней урожайности – 292 центнер с гектара. Наибольшей урожайностью на сегодняшний день у нас отличилась от агрофирмы «Лаевские овощи». Александр Смекалин поручил главе ведомства подготовить предложение по созданию резервов местной сельскохозяйственной продукции. Дарья Судорева, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды.